Программа интенсивной терапии на базе городской наркологической больницы, программа интенсивной терапии амбулаторной для выпускников 10-го отделения, которые справились с задачами интенсивной терапии, после лечебной программы и программа семейной терапии, в образовательной части которой мы с вами встречаемся по среду. И мы с вами знакомы с верхушкой айсберга, такого здорового, громадного, подводного, невидимого, очень большого и судьбоносного айсберга, который называется зависимость и созависимость. Все это не так просто, как кажется на первый взгляд, и все это не так сложно, как может показаться. Стоит можно немножечко приложить усилий, и тогда очень многое откроется. И наша задача сейчас просто сотрудничать друг с другом, потому что мы заинтересованы в людях, которые находятся в едином поле понимания с нами. Это очень тонкая работа, выздоровление. И она не делается одномоментно, и никакими такими прозрениями случайными она не происходит. Это кропотливый труд небес, семьи, специалистов по воссозданию, восстановлению, новой личности, личности, которая была убита наркотиками, и личности или алкоголем, и личности, которые восстановить и собрать в альдина, очень сложный процесс, ибо человек, который приступает к некие законы этого мира, он несет за это определенную ответственность. И не все возвращаются, потому что не положено. Есть вещи, которые делать нельзя. Борьба, я говорила вам, спиритус контра, спиритум. Какой ты армии? Духом ли ты пользуешься, которым животворит, восстанавливает, дает и освещает? Или духом быстрым, веселящим каким-то образом? Но за все приходится платить, как бы весело, некуда. И наша задача понять, что это не очень простой процесс выздоровления, и вспомнить, что болезнь классифицируется и формулируется как первичное, смертельное, прогрессирующее, даже когда человек не употребляет, неизлечимое, характеризующуюся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Много ловушек и много препон на этом пути будут стоять у человека. Многие ребята, расставшись с героином, столкнутся с алкоголем. И новая ловушка, им будет казаться, что это же не героин. И вернуться они назад к употреблению наркотиков, если будут баловать с этим алкоголем, трудно, сложно. Но чем больше людей заинтересованных в помощи, в нестерной помощи химически зависимому человеку, тем больше шансов, эти шансы увеличиваются, поскольку мировая статистика говорит о том, что 70% срывов происходит из-за саботажа семьи, из-за нежелания семьи приложить некий труд для того, чтобы поинтересоваться, что это за болезнь, что происходит, что нужно делать, что можно изменить, что я могу сделать на сегодняшнем дне. А каждый может сделать очень много, на самом деле. И в 1983 году болезнь химическая зависимость была признана семейным заболеванием. То есть вся семья должна участвовать. И мы с вами знаем, что проблемы детей – это, как правило, две причины. Плохое воспитание, имейте в виду недочет воспитания, скажем так. Или проблемы у взрослых людей, которым небеса доверили воспитание этого человечка. Между ними какие-то проблемы. Или у кого-то из них серьезные проблемы. И самый младший, как правило, расплачивается за это, потому что он беззащитен. Он дан нам в руки, чтобы мы его формировали. И любое нездоровье взрослых обязательно скажется на нем – осознаваемо, неосознаваемо. Ребенок в этом смысле, как лакомил свою бумажку, он впитает все – осознаем мы или не осознаем, и так далее. Вот некоторые любят говорить про чувство вины, понимая какие-то недочеты в своем воспитании. Ну что же, это чувство может посетить кого-то из нас. Я просто знаю одно, что наверняка все родители стараются делать лучшее, на что они способны для своих детей. И если ты действительно испытываешь какую-то вину, то лучший способ с этой виной справиться – это начать делать что-то по-новому, не повторяя старых ошибок. Тем более, что разговор идет не просто о каком-то психолого-педагогическом процессе. Разговор идет о жизни и смерти, когда диагноз уже поставлен. И настолько обостряет ответственность взрослых людей, которые находятся рядом, потому что каждый день, каждый день может быть последним. Это не просто какой-то педагогический процесс, хотя он тоже серьезен, никто не снимает ответственности родителей. Но здесь уже очень усугублены все процессы, поэтому очень нужно, чтобы рядом с наркоманом или алкоголиком был трезвый, фундаментально трезвый человек. Не тот, который больше не притрагивается к алкоголю, а тот, который трезвый в широком смысле этого слова. Он может делать умные поступки, он обладает уровнем честности, то есть понимает мотивы своего поведения. Почему я так себя веду сейчас? Почему я это говорю? Почему я это не говорю? Почему я дал денег? Почему я не дал денег? Почему я это сделал? Человек, который осознает себя, вот кто должен был быть рядом со здоравливающим человеком. Поэтому у нас сегодня тема лекции будет такая, этому посвященная. Как помочь наркоману и алкоголику? И будет посвящена эта лекция именно этой теме. Некие рекомендации сегодня мы с вами запишем, которые рассматриваются как помощь. Как бы страшно нам не было, но давайте познакомимся с этой информацией, которая в истинном смысле может помочь продолжить тот процесс, который начинается на лечении. Потому что потом мы отдаем этого ребенка вам. И вы можете одним плевком разрушить все, на что нас небеса сподвигли, помогая химически зависимому человеку. Задача терапии убить наркомана и поднять человека с колен. Не всегда это удается. И нет такой терапии в мире, которая стопроцентно помогала. Сто процентно всем нет. Всегда будут люди, которые будут отрицать, не хотеть, саботировать, выбирать смерть. Ну что же, это печально. Но давайте попытаемся сделать то, что в наших силах, для того, чтобы попытаться созидать, а не разрушать. И может быть мы будем станем победителем на этот человек, потому что один в поле боя. Даже один член семьи, который начинает какой-то личностный рост, понимание проблемы, истинное, умное воспитание, умное взаимодействие со своим ребенком, он может тоже очень сильно помочь. Потому что не только болезнь заразительна, заразительна и выздоровление. И неважно, с какой стороны оно будет касаться семьи. Через кого эта благая весть придет в семью, что выздоровление возможно. Нет возраста, при котором нельзя было бы все изменить. Практика показывает, что нет такого возраста. И есть только люди, которые отвергают знания, уподобляясь стоячему голоду. Я знаю все, мне это неинтересно, мне и о чем меня могут научить. Этот труп, потому что вся жизнь урок, и мы учимся беспрестанно и постоянно. Мы можем изучить и отвергнуть. Это наше право. Но есть люди, которые отвергают, не изучая. Тогда это очень закрытая личность. Она не может помочь себе, не может помочь никому. Если среди вас есть такие люди, то вы имеете право быть такими, какие вы есть. Только отойдите от выздоравливающего человека. Может быть, тогда другие люди и силы могут помочь ему. Главное, чтобы никто не мешал. Итак, пожалуйста, напишите заголовок, как вам больше нравится, как помочь наркоману и алкогольку, или рекомендации для родственников о поведении в процессе выздоровления. Это не будет касаться только процесса выздоровления. Но большинство рекомендаций, конечно, рассчитано на тех, с кем мы вступаем в какое-то сотрудничество. Совершенно для многих из нас сотрудничество может быть долгим. Ваш ребенок может приходить, уходить, его могут отчислять. И это не значит, что все закончено, процесс продолжается. Если вы будете умны вести, будут ребята, которые пройдут все, и вдруг вы с ужасом увидите, что он вернулся к употреблению. И это не повод для того, чтобы сходить с ума. Процесс идет. Есть ребята, которые два раза возвращались на лечение. Есть ребята, которые три раза возвращались на лечение. Такова сила этой искусительной болезни. И с третьего раза стартовали, и уж по несколько лет трезвые. По-разному бывает. Давайте молиться, чтобы, возможно, меньше боли было у нас. Но будет по-разному. На этом пути на хопок не возьмешь. Это очень длительный путь. Тем более, что вы будете иметь дело с человеком, который имеет пожизненное заболевание. Всю жизнь над этим человеком будет висеть домоклов меч. И трудно будет пронести это все через всю жизнь, не притрагиваясь к никаким препаратам, изменяющим сознание. Всегда будут находиться друзья, которые будут говорить, да, Бог не стопорет. А на Новый год-то фужер шампанское ушло. Тоже нельзя, что ли, искушать, предлагать. Знаете, есть у нас любители. Вот обязательно кому-то всунуть. Вот выпей и все, да. Вот. Ребята этому учатся, но не все смогут устоять. Не все могут устоять даже глядя на этот телевизор, с которого льется пиво так, что даже кто его не любит, только слюну сглотывает. Почему-то над нами просто издеваются в этом смысле. Хотя вся Европа сейчас имеет проблему, потому что там люди, у которых 20, 22, 25 лет, у них алкоголизм, есть такой пивной алкоголизм. Это очень серьезная форма зависимости. Потому что когда мы просто говорим про алкоголизм, там как-то виднее и нагляднее. А здесь вроде все чем приличнее, тем тоньше. И чем-то тем труднее. У молодых людей циррозы печени. В Европе, в Германии и так далее. И они не знают, что с этим делать. Но мы как бы проходим свои университеты. К сожалению, все на продажу. Но я, честно говоря, очень раздражаюсь, когда я вижу эту рекламу. Я злюсь все время. И понимаю, что сейчас со мной эту рекламу могут увидеть еще кучу моих выпускников. Если я злотворю, то я никогда пиво не любила. Но как-то уже такая завлекалка, что прям так и хочется. Да, аппетит называют. Ну что же это делается? Впечатление, что мы живем только в тампоксе, в пиве и яйца еще в каком-нибудь медикаменте. Просто для дебилов все это. И мы как бы все это терпим. И ничего мы не делаем с этим. Высказано свое мнение. Франция единственная страна, которая защитила свою культуру. Во Франции не очень люди, когда говорят по-английски. Никаких кукол Барби, никаких реклам американских. Ничего этого навязывающего. Они отстояли. Они восстали. Они не дали уродовать своих детей. И Франция на сегодняшний момент единственная в некоторых аспектах более здоровая страна. Потому что они не дали этой экспансии сюда проникнуть. И восстали против чиновников, которые продавались. И прочее разное. Но посмотрим, может быть, нам удастся остоять своих детей и свою нацию, чтобы она не сошла с ума и не сцепилась очередной раз. Ладно, это лирические отступления. Извините, это я свое. О девичьем, она болеет. А сейчас мы с вами по пунктам. Что-то будет понятно без слов. Что-то будет нуждаться в каких-то объяснениях. В каких-то объяснениях рассмотрим некий такой список рекомендаций. Их о них можно говорить гораздо больше, как на самом деле. Но мы будем выкладываться в рамки этой короткой нашей встречи. Итак, первый пункт из этого списка. И звучит он так очень опасно. Полностью доверяйте зависимому в его знании о пути выздоровления. Здесь выбраны моменты, с которыми мы сталкиваемся бесконечно и постоянно. Я понимаю вашу тревогу. И я понимаю, что когда, допустим, он находится рядом с выздоровающим наркоманом или алкоголиком, недоверие, оно никуда не денется. Доказано, что только к году трезвости химически зависимого человека, если родители ходят на группы, получают какую-то помощь, где-то в году по-настоящему их начинают потихонечку отпускать. И, безусловно, это очень неприятные моменты, с которыми вы будете сталкиваться. Когда пришел человек вроде бы с группы, а впечатление, что он нетрезвый. На самом деле, я напоминаю вам, что болезнь биопсихо-социо-духовная. Это болезнь эмоций также. Человек может быть в таком эмоциональном перевозбуждении, что у него даже зрачок может сесть. Понимаете? Я с этим сталкивалась неоднократно. А утром он проснется опухший только потому, что он вечер провел в какой-нибудь шумной кампании. И у него было очень много эмоций. И он будет, так и называется, эмоциональное похмелье. И он будет произвести впечатление не очень адекватного. И вы с этим будете сталкиваться. Но вы вправе сказать о своей тревоге. Постарайтесь помнить одно. Что не важно даже, что ты говоришь. Важно, как ты это говоришь. Когда тебя подозревают и обнюхивают. Это у химически зависимо вызывает взрыв негодования. Взрыв. И, в общем-то, смешно, конечно. Потому что, когда тебя 10 лет обманывают, вдруг тебе должны поверить. Ну, мы помним с вами, что химически зависимый человек – это другой человек. Вы внешне его воспринимаете. Внутри он совсем другой. Надо отбросить старшее употребление. Там в основном всем по 13, 12, 15 в лучшем случае лет. Конфликт у химически зависимого человека. Он биологический на слой возраст. Внутри, вот он затормозился там, когда начал употреблять. Более-менее систематические алкогольные наркотики. И это большой конфликт. Внешне взрослый, а внутри очень незрелый. И на любое замечание. И потом мы говорили с вами, что задача – научиться очень многому реагировать, высказывать. Очень многим трудно. С одной девочкой мы год готовили, чтобы она подошла к маме и обняла ее. Она не могла, понимаете? Не могла, это ведь девочек у меня. Сотни и мальчиков. Сотни, которым трудно сделать очень простые, на наш взгляд, вещи. Или там, ответить как-то адекватно, а не запрызывать слюной, на двое суток затаить обиду. Потом еще какую-нибудь гадость сказать. И начать себя зажегывать. Потому что после этого у них будет грандиозное чувство вины. И круг будет замыкаться. Поэтому если вы подозреваете в чем-то, вы имеете право подозревать, вас обманывали неоднократно. Это нормально абсолютно. Наша задача, если мы понимаем и любим, сказать, сынок или доченька, знаешь, что-то ты какая-то сегодня, ты знаешь, ты меня извини, конечно. Я готова перед тобой извиниться. Может быть, я не права. Или ты же знаешь, я же созависим, у меня свои болезни. Я пока подозревать буду какое-то время. Ты знаешь, я даже готова купить тесты. Ты можешь на меня злиться, я разрешаю тебе. Но если для тебя это не проблема, для тебя не будет проблемой сдать этот тест. Пусть я успокоюсь. Да, ведь можно и об этом договориться. Как бы как это говорить? Как бы как просьба о помощи. О своих проблемах. О своем беспокойстве. Ага, явился. И так, и сразу даже трезвый шаг сейчас дарится. Знаете, это очень сильно работает. Что-то там у тебя в голове-то. Понимаете, это вызовет, как правило, неадекватную реакцию. Поэтому вы учитесь, пожалуйста, говорите. Своих депутатах это нормально? Абсолютно. Только говорить как-то используя я-предложение. Я тревожусь, я волнуюсь, я подозреваю. У меня там у самой-то в голове чирикает. Ну, ты сам понимаешь, сколько лет мы мыкались. Не трудно поверить вот так вот вдруг. Прости меня, не обижайся, я не хочу тебя обидеть и сделать тебе больно. Ну, тесты я куплю на всякий случай. И тем, кто заканчивает программу, я напоминаю, обязательно должна быть семейная сессия, где будет составление контракта на три месяца о поведении, о правах и обязанностях сторон, пока я вспомнила. Что значит полностью доверяете? Поясните, пожалуйста, себе, плюс к тому, что я говорила, не обязательно записывать, вы запомните. Не сравнивайте его выздоровление с выздоровлением кого-то другого. У Бога путей много. Не надо. А вот Вася, а вот Коля, начинается старая игра. У каждого свой путь. Помните, пожалуйста, что химически зависимый человек это законченный пункт, своего ли я, своего ли я. Так на духовном уровне характеризуется наркоман и алкоголик. Если ты хочешь от него чего-то добиться, вот он будет верить, что ему сейчас надо пойти на группу. Он уже соберется на группу. Тебе надо пойти на группу, говорит мама. Угадайте, все хорошо, чем это может кончиться. Это тебе надо пойти на группу, а разденется и лежит на диване. Понимаешь, что ему надо пойти. Очень не любят они слово «надо», «должен» и прочее. Имейте терпение. Со временем он все станет на свои места. Поэтому не надо сравнивать, не надо вынюхивать, выспрашивать и так далее. У каждого есть свой индивидуальный план. Или кто-то начинает звонить наставнику. Не надо. Хороший наставник все равно не расскажет вам о секретах, которые ваш ребенок рассказывает ему. Он не имеет права этого делать и не будет этого делать, если он нормальный человек. Не надо беспокоиться. Ходил он на группу, не хочет время, вы увидите его. Все равно не заставите ходить на группу. Если процесс пошел, если отрицание еще очень сильное, он будет экспериментировать. Потому что мало кому удается смириться, что я проиграл. Это понятно всем по-человечески. Наркоману и алкоголику надо признать, я проиграл этот раунд. Ни алкоголя, ни наркотиков. Я никогда не смогу применять без каких-либо деструктивных последствий. Не все согласятся. Кто-то захочет проэкспериментировать и попробовать. Такое может быть. Но не надо. Есть состояние, которое называется терапевтический срыв. Кто-то раз сорвется, перепугается, и все. С этого пошла трезвость. И такое бывает. Но это как бы разовое потребление, как оно относится. Немногоразовое. Хорошо. Понятно. Второй пункт. Старайтесь не вмешиваться ни вопросами, ни советами в личные дела зависимого. Старайтесь не вмешиваться ни вопросами, ни советами в личные дела зависимого. Мы с вами говорили и будем говорить Что философия жизни такова Что чужой опыт не работает И наверняка вы сами с этим сталкивались Сколько раз мне не говорила Мама, извините за прозу Надевай ритузы зимой Я говорю, я ритуза с ума сошла вообще Пока не отморозила себе Все, что можно было отморозить Вот тогда уже сейчас меня под дулом автомата Без этих ритузов из дома не выглядишь Но раньше меня это все раздражало Я ничего этого не делала Пока сама не столкнулась с какими-то последствиями И так в нашей жизни устроено Мы редко прислушиваемся кому-то Пока свой собственный опыт не обретем Мы не начинаем понимать того, что нам советовали наши родители Мало кто уж такой послушный Прямо всегда может быть, где вас есть такие Но химически зависимы от других людей Это люди, повторяю, которые украли И многие украли годами А многие десятилетиями у себя опыт развития Потому что вот где начал употреблять Там стал бегать по кругу Мы с вами встречали, допустим, 50-летних алкоголиков Наверняка вы встречали Которых уже лызь на голове Он 30 лет пьет Он реагирует, как маленький ребенок Если там что-то против него Он только на пол не кидается И ногами не звучит Правильно Потому что минус 30 Его 50 А он внутри 20-летний и неразвитый И ему нужно пройти целый путь Для того, чтобы стать адекватным И вот набрать опыт свой Который сами же украли у себя Это очень важно Поэтому мы помним, что мы стоим рядом Со своими детьми В том силе семьи Рядом, но не вместо Им надо набирать собственный опыт Почти у всех комплекс неудачников Они уже не верят в собственные силы Им надо набирать маленькие дела Опыта, который у них получается Это поднимается на оценку, укрепляет И не надо ничего делать вместо них Им, конечно, будет хотеться на вас перегрузить Был пьяный сукин сын Стал трезвый сукин сын Чтобы у вас иллюзий-то не было Это длительный процесс Так вдруг не переродиться Так мы должны это понимать И нормально, спокойно к этому относиться И не лезть ни вопросами Ни советами Штука в том, чтобы дождаться Вот тест, чтобы сам подошел И спросил Вот тогда услышит Вот тогда воспримет Навязываться Это и неприлично И не работает И совершенно пустое времяпровождение А если вы будете правильно себя вести Ваш ребенок обязательно сам подойдет Что-то расскажет Спросит И тогда уж он услышит То, что вы будете говорить Дальше так Третий пункт Ну что Уклоняйтесь Так напишем Уклоняйтесь от обсуждения С ним Или с ней Вопросов Связанных с процессом его выздоровления Вроде бы похоже Но мы здесь поясним несколько Еще детали Уклоняйтесь от обсуждения С ним или с ней Вопросов Связанных с процессом выздоровления Самый честный ответ в данном случае Прости, я в этом ничего не понимаю Это очень важно Не учиться говорить Я не знаю Я не понимаю Тебе есть к кому обратиться Очень важный момент По которому многие погибли К сожалению Нежелание Выходить из своей капсулы Зависимый человек Очень одинокий человек Он боится всех Чем больше употребляет Тем больше закрывается И боится всех И не верит никому Потому что не верит сам себе Это механизм Который или есть Или нет Я не верю себе Я не верю никому Я не люблю себя Я не люблю никого Я не уважаю себя Я не уважаю других Это иллюзия Если я не люблю А других обожаю Это врать Для тех Кто ничего не понимает Поэтому очень важно Включить и развить Некие механизмы Бывают такие и такие Смешные Даже ситуация Если мне было так грустно Приходит девочка И говорит Ой Я с какой-то брысухой Пережила Я спрашиваю Как ты справлялась с ней Я сначала лежала на диване Тупила 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 Чувствую Вышла на гору Там маманя А мама такая активная Выздоравливающая Я верю свою проблему А она мне так все разрулила Я говорю Дальше А дальше я пошла Типа на диване Стала смотреть телевизор Мама опять решила Все проблемы Не надо Ну и слава тебе Господи Не химически зависимые люди Здесь есть такие нюансы Которые вам Слава Богу Никогда не понять Механизм должен быть в том Как бы ему не было плохо Он должен научиться Встать Поднять свое тело В худшем случае Взяться за телефон В лучшем случае Поехать на группу Там вся эта брысовка уйдет Среди людей Которые понимают Энергии другие Все другое Там все это выправится Обращаться за помощью Не умеют Химически зависимые Они умеют Манипулировать Вымогать Там устраиваются Что угодно Но попросить о помощи По-настоящему Когда действительно надо Они не умеют И им нужно развивать Этот механизм Потому что иначе Ничего не получится Вот Но вы должны быть Бдительны Еще к тому же Как только он Начнет слишком сильно С вами разговаривать Там о своих делах И он обязательно будет Желание переложить на вас Часть своих задач каких-то И вы можете радостно В этот год Стали разговаривать У нас стали доверить Потому что иногда Иногда я как в зоопарке Знаете Тигр на лопате Мясо подает Потому что Только Зазеваешь И полруки уже нет Надо быть все время Бдительным Надо знать Что это болезнь Ваш ребенок Хороший ребенок Но болезнь Очень коварная Поэтому Будьте пожалуйста Осторожны Не рассуровливайтесь Не радуйтесь Не подпрыгивайте Это очень все Коварная болезнь Будут кризисы На первом году Три Шесть Девять Месяцев Будут серьезные кризисы Их надо будет пережить Человек будет торговаться Его будут шкивать Из стороны в сторону У него поменяться Будут тонкие химии Это все будет вызывать Перемены настроения И так далее Ну вот Поэтому Не надо думать Что раз человек Выписался с терапией То процесс закончился Нет Все продолжается А может быть Даже начинается Какой-то новый этап Поэтому Будьте пожалуйста Бдительны Сдержаны И Помните о том Что заболевание Очень коварно А по поводу Здоровления Ответ должен быть Один Прости пожалуйста У тебя есть люди Которые в этом Разбираются Гораздо лучше Чем я И тогда он станет И поедет К наставнику Сюда ко мне Консультантом На группы Помощи Во сколько Лишь бы только Научился ее брать Есть такой лозунг Трещина Схватиться за шприц Схватиться за телефон Вот Иногда я им говорю Что когда уж сильно Прижимают Плюй на все Разворачивайся И беги на десятку Или куда-нибудь сюда Иногда уже Не доходят До третьего этажа Уже к курилке Подходят Ну что приперся А он собственно Собственно уже Как бы и отпустил Сигаречку покурил Пообнимались Поцеловались Поговорили чуть-чуть И в общем Уже и трагедия Не трагедия Беда не беда Потому что это Зоны безопасности Потом он и научится Испытывать безопасность В более широком аспекте Но сначала Это будет так Хорошо Пожалуйста Следующий пункт Никогда сразу Напишите Никогда сразу Не реагируйте На какие-нибудь Просьбы за писем Сразу не реагируйте На какие-либо Просьбы за писем Помните пожалуйста Что годам к трём Если вкладываться В трезвость Годам к трём Только наступает Относительный Период стабилизации Когда трезвость Будет нуждаться В поддержании Вот А до этого Ещё будет Масса Завиральных Идей Иллюзорных Представлений Как бы бойко Человек на язык Вам не излагал Свои идеи Будьте пожалуйста С этим осторожны Здесь напишите Пожалуйста Что вам нужно Научиться Говорить такие фразы Например Мне надо подумать И вот это Хороший пример Своему ребёнку Выполняя свою Родительскую функцию Напоминаю вам Что основная функция Родителей Быть ролевым Образцом И всё Мне надо подумать Запятая Мне надо посоветоваться Не стесняйтесь Говорить о своих чувствах Знаешь Я только начинаю У меня нет опыта Жизни Создарающим Наркоманом Я только начинаю Пробовать И боюсь Допустить ошибку Поэтому Знаешь Мне может быть Нужно будет Больше времени На обдумывание Не возможно ли тебе Это будет Говорить И вот дадите пример Что это не страшно Что и взрослый человек Может бояться И сомневаться И быть неуверенным Потому что они очень боятся Об этом говорить Они все какие-то Хотят соответствовать Каким-то Образцам Идеальных Детей Хотя они способны Нам меньше Поэтому Когда вы будете Давать им пример Говоря о том Что мне это страшно А здесь я беспокоюсь А знаешь Я тоже сомневаюсь Давай вместе Обсудим Это нормальный Хороший пример Потому что Сегодня можно Заходить этого Завтра этого После завтра Буду переживать Спросил вас это Потому что Через два дня Поймешь Что это вообще не нужно Поэтому Не надо Сразу прыгать С места в карьеру Вот Хорошо Ну такой пункт Еще будет Учитесь Не проявлять К нему Поверхностную любовь И заботу В виде Привычных Вопросов Ты поел? Не замерз? Шапай забыл Есть в этом Во-первых Обидное Недоверие Что с кретинами Что-то делали Если забудет Если забудет шапку В следующий раз Когда замерзнет Опять Идет разговор О наборе опыта Вот Многих это обижает Мы даже не думаем Нам кажется Что им так нравится На самом деле Многим это обидно Что же За дебилы Держат Что ли? Ну Такие реакции Бывают Знаете Иногда лучше Промолчать Потому что Нарконом Это гиперчувствительный человек Гипер Потому что Когда он употребляет Наркотики Он живет Как зверь Вопрос выживания Все процессы обостряются Вы себя не знаете Так Как порой У вас знает Ваш ребенок Наркотизированный Вы только поднимляетесь На пороге Он вас сканирует И потому что У нас шибко умные Это не головой Это какими-то Другими чувствами Волчьи Они гиперчувствительные Они все Фальшивые Они жили Манипулировали Обманом Они мгновенно Чувствуют Ложь Мгновенно Поэтому лучше промолчать Лучше ничего не говорить Это будет честнее Чем вот Как бы Как бы отметить Галочку поставила Что вот А вот Накормила Спросила И больше разговаривать Не о чем Понимаете Да Как это Хочется Выстраивать Нормальные Глубокие Интимные Отношения Со своими Детьми И близкими Так давайте Выстраивать Вместо фальшивых Каких-то Таких поверхностных Вопросов И поведения Лучше помолчать Лучше подождать Когда сам скажет Лучше подойти И молча обнять Лучше сказать Знаешь Я так тревожилась И соскучилась По тебе Им так трудно Это сделать Потому что Многим из нас Это трудно сделать Я как-то проводила Тренинг С мамами И не все Были готовы И не все Обнять своего ребенка И сказать ему О своей любви Многих Сдерживали страхи Потому что В следующий пункт Сказали маму Сказали Мама Денег дай Вот Почему бы И не обнялись А когда скажут Денег Тем более Мы знаем Мама И вам скажут Ты гражданин России Сынок Дам Свободен Шутки разные бывают Денег Внимательно Следи за руками Ведь когда Без злобы И без желания Унизить личность Все воспринимается Отлично Причем Наркоманы Люди конкретные Они понимают Жесткость Когда она честная И когда она Не касается Уничижения личности Ты Сволочь Это личность Которая топчет И она даже Если будет Трижды Сволочь Все Диалог Закроется Сама Сволочь А когда Я даю Оценку По поступкам То это Несколько Другое Или А еще Лучше Выше Балаташ Когда ты Делаешь Так Я Чувствую Совсем Идеально Нет Или злобу Обиду Все что угодно И можно Сказать Ребеночек Любимым Да У тебя Проблемы И это Будет Правда Потому что Ваша ненозь Это ваша проблема Это не его проблема А наша реакция Это наша проблема Давайте работать Со своими проблемами Хорошо Ну то есть Понятно Ну что еще Было Важно Такой Несколько Лирический Пункт Но тем не менее Давайте его Напишем Ежедневно Тепло Расставайтесь И так же Тепло Встречайте Своего ребенка Своего ребенка Ведь каждый раз Выходя из дома Он рискует Жизнь Чудо Достоевского Было сказано Любовь Красота Спасет жизнь Мир Точнее Не важно Он может быть Глупым Он может быть Агрессивным Агрессивным Потому что Он трус-трус Боится Захлебывается Виной Ему хочется Удавиться Ничего не умеет Но Мы-то взрослые Большие И сильные Мы все равно Любим нашего ребенка За Дмитрием Разводятся Почему мы Говорим слова Любви Только на могильном холме Бывало что На похоронах Такого наслушаешься Думаешь Господи Оказывается Человек-то Какой умер Что ж его так Жрали при жизни Это непонятно Оказывается Человек-то Какой был И сожалеешь Что не успел При жизни Сказать ему Что-то теплое Вот больно Как Хорошо Ладно Следующий пункт Такой будет Давайте Зависимому Возможность Жить самостоятельно Даже если Он живет С вами рядом Под самостоятельностью Я подразумеваю Другие вещи Напишите Пожалуйста Давайте Зависимому Возможность Жить самостоятельно Даже Если он живет С вами рядом Мало того Что многие Переполнены Виной Потом Плюс Вина Что родители Платят За лечение Ну и там Много Вины За прошлое Некоторые С этой виной Так и не справятся Если они не справятся С виной Они не смогут Трезвить Не смогут Это Некоторые Так держат За горло Что нам Никак Никак Это помочь Очень виноват То есть так Что вот Лучше бы мне не жать Это очень тяжело Вот Поэтому Как бы Они будут чувствовать Иногда себя Не очень ловко В собственной квартире Таким гостем Некоторые Халявщики Привыкшие Что за них Все делают По разным причинам Поэтому Чтобы человеку Было комфортнее Как бы И вам комфортнее Давайте Приучать Своих детей Нести Минию Ответственность И это Помогает Со всех сторон То есть Что иметь ввиду Убирать Квартиру Выносить Ведро Там Стирать Для себя Это важно А то Они доклад Трезвости Напишут На три месяца По выпуску Господи Изучить четыре языка Слетать на луну Познать Самое себя И все такое А может Наски научишься Стирать Для начала Сам себе Я как-то Об этом не подумала Ну так Давай Начнем с мамы И вдруг Добрая Мама Летит И из рук Вырывает И стирает И опять Шел Продолжать Здесь вопрос Не в том Что маме Трудно Постирать Наски Или Нетрудно Понимаете Вопрос Не в этом Вопрос Важный Чтобы он Сам Начал Что-то Делать Это Будет Возвращать Ему Веру В то Что у него Получится И то И другое Такие мелочи Вам кажется Незначительные Уверяю вас Они очень Значительные В данном Случа Работает Теория Малых Дел Очень Маленький План И если он будет Выполнить Сегодня И завтра И послезавтра Он будет Расцветать Как цветок Он Начнет Верить В то Что у него И это И это И это Получится Потому что Внутри Сидит Неверящий Дрожащий Хвост Который Уверен Что Ничего У него Без блата Без этого Без того Не получится Поэтому Очень важно Открыть Этот потенциал Потому что Силы В каждом Из нас Навалом Только Мы Своей Заботой Иногда Воруем У своих детей Этот потенциал И они Вырастают Боящиеся И неуверенные В себя Абсолютно И в данном Случа Особенно Когда С наркотиками Человек имел Дело Это Особенно Ярко Выражено Это Все Внутри Поэтому Единственное Что Не доводить Это До Абсурда Тоже Когда Родители Одни Значит Валентина Владимировна Ну что Нам Делать Ну вот Это Же Комната Ее Комната Это Же Территория Ее Территория Я бы В контракте Прописали Прописали Ее Комната Хоть С кашей Пусь Ест Ну Так Ну так Я Мы Не Знаем Они Уже Там Извели Все Ну так Убирай Нам Елку Елка Стояла В ее Комнате Я говорю Мы Рехнулись И Юль Додворение Уберите Эту Елку Потому что Похоже Вы С ума Сойдетесь И ее Не Уберете Ей Все Равно Ей Некогда У нее Институт То Все Елка Стоит Елка И Они В Юль Страдали Ну может быть Все Так Его Братья Уберите Немедленно И больше Мне про эту Елку Ничего Не Говорите Меня Достали А Сами Извелись Просто Не Надо Вот так Уж Прям Мы Договорились Это Вниз Ведро Пусть Там Черви С Крысами Заведутся Но Мы До Нового Гор Не Надо Мы Все Люди Мы Не Автоматы Всякое Может Быть И Все Рем Надо Быть Что То И Что То Не Забывайте Пожалуйста Еще Одну Важную Вещь Очень Такая Характерная Деталь Приходит Девочка Расстроенная Ой Мальчик Один Еще Еще Что Важнее Нам Он Всю Квартиру Раньше Палец Об Палец Никогда Мамки Бабки Все Он Вообще Он Не Понимает Что Такое Носки Стираться Как Ж Вот Человек Начал Выздоравливать Значит Чем Вот Дома Намыл Квартиру Все Ну Дураги Они Понимаете Они Ждут Похвалы Это Понятно Подлик Матросова Квартиру Намыл Приходит Расстроенная Что Такое С лицом Я Тут Квартиру Намыл А Что Лицо Такое Мрачное Прям Не Знаю Что Смог Делать Что Такое Смог Это Тебе Делать Надо Ну Я Не Знаю Пришла Я Увидит Прошла Ну А угол Да Чего Ты Не Домыл Понимаете Ну Не Надо Так Делать Увидела То Что Не Доделала Вот Она Такая Была С детства Никогда Его Не Хвалила Но Сразу Увидела Что Угол Недомыт Ну Понимаете О чем Я Говорю Мы Все Несовершенство Ее Нет И на Солнце Говорят Есть Пятна Поэтому Если Человек Сделал Что Хорошее Похвалать Это Важный Аргумент Для Нас Для Всех Очень Важный Помните Что Они Тут Такие Компании Подворотни Потому Что Там Их Девчонки Им Не Хватает Этого Поэтому Могут Быть Ошибки И то И все Поддержка Вот Чем Сильна Семья Я Верю В Тебя У Тебя Получится Ну Сейчас Не Получилось Но Я Верю Что Ты Сможешь Вот Этого Не Хватает Очень Многим Из Нас И Нашим Детям В том Числе Хорошо Следующий Пункт Будет Такой Уважайте Свободу Своего Зависимого Не Нарушайте Его Границы И Не Позволяйте Ему Нарушать Свои Не Нарушайте Его Границы И Не Позволяйте Ему Нарушать Свои Что Это Конкретно В деталях Ну Например Не Присутуйте При Телефонных Разговоров Да Я Знаю 90% Родителей Говорят Родина Это Невозможно Ухо Оно Само Растает Понимаете Оно Как Присоска Тянется У меня Неудержимая Сила Тянет Туда Туда Послушать Чего Нибудь Ну Не Могу Просто Физически Тяжело Ну Хотя Б Формальную Сторону Соблюдайте Все Таки Когда Вы Разговаете Скажи Дверь Закройте Тем Самым Показывают Что В общем Ну Хотелось Вам Чтобы Вы Могли Поговорить По телефону Никто Здесь Ухо Не Грело Как Они Говорят В То Ж Самое Время Когда Он Разговаривает Деликантно Покажите Ему Что Это Такой Же Дом Его Как И Ваш Чтобы С Этого Начинается Уважение Прав Другого Человека Вот Если Он Приглашает Гостей Вы Согласовали День Рождения Или Как Праздник Не Хлопочите По Приему Его Или Ее Гостей Пожалуйста Мама Я Да Да Ну Можно Почему Нет Давай Ну Все Я Я Дети Любим Твои Гости И Парсить А Вот Ну Я Слэнгом Извините За Выражение Да Пожалуйста Помните Отдавать Ответственность Даже На Мелочах Не Радостно Не Вписываться В Это Во Все Вот Поэтому Здесь Разговорят О Правах Ваших Правах И Правах Другого Человека Хорошо Ну Что Еще Вот Важный Вопрос Следующий Пункт Не Паникуйте Из-за Ухудшения Настроения Вашего Зависимого Не Паникуйте Из-за Этого Ну Во Первых Химически Зависимый Человек Такой Живой Как И Вы Все И В Доме В Котором Вы Живете Каждый Из Нас Имеет Право В Нашем Доме Имеет Свой Угол В Котором Можем В Разном Состоянии Пребывать Жизнь Сложная Речь И Не Всегда Приятно Когда Две Лезут В Душу Это Неприлично Это Некрасиво Надо Понимать Что Когда человек Не хочет Говорить Не Надо Терезать Его И Каждому Из Нас Ногда Хочется Полежать Спокойно Что Никто Не Дергал Не Дергал Помните Пожалуйста Что Химический Человек Химически Зависимый Человек Это Человек У Изменены Биохимии Изменены Вот Эта Величина Постоянная Которая Делает Болезнь Его Состояние Не Извлечимой Эти Биохимии Вернуть В Исходное Невозможно Некоторые Приобрели Способ Наследования Способ Реагирования На алкоголь На психоактивные Вещества По Наследству Биохимии Наши Господа Наше Настроение Все Так Просто Наше Настроение Прямую Связано С Эндогенными Опиатами С Тонкими Химиями Которые У нас Присутствуют У Химически Зависимого Человек Очень Низкий Эндогеновый Уровень Уровень Эндогенных Опиатов То Я поясняю Для тех Кто Не слышал Этого Есть люди Которые Рождаются С нормой Эндогенных Опиатов Я сама В руках Не тешала Но говорили Что есть Тест Который Помогает Утробе Матери Узнать Будет ли Ребенок Склонен К зависимости От психоактивных Веществ По Уровню Эндогенных Опиатов То есть Наследственные Заболевания Еще и в том Что есть Дети Которые Рождаются С с Заниженным Городом Эндогенных Опиатов И никто Знать Не знает Они Изначально По праву Рождения Врубейска И вот Однажды Когда-то В компании Они Выпивают Чего-то Спиртного Неважно Чего Или Чего-то Пробуют Химическим Образом Поднимая Себе Это До Нормы И Испытывают Некое Настроение Состояние Которое Может быть Они Никогда Не Испытывают Потому что Московский Истуд Очень Большие Разработки Есть Даже Есть Портрет Ребенка Которого Есть Генетики Его Можно Узнать Визуально Это Несколько Другие Дети Они Несколько Отличаются Несколькими Характеристиками Талантливые Но Ленивые Или Плаксивые Или Агрессивные Есть Я когда Заполняю Карточку На Прием Иногда Уже Этот Анамнез Показывает Даже Можно Не Спрашивать Были Деды Кричит Его Пиет Некие Такие Сегменты И Когда Их Много То Здесь Гадалки Не Ходи Что Этот Ребенок Родился С Платит За Кого-то Из Своих Предков Дедов Или Отцов Или Не Знаю Кого И Вот Человек Выпил И Ему Очень Хорошо Межал А потом Он Он Даже Не Подозревает Как Бомб Он Начинает Распечатывать Что Происходит Но Я Повторяю Я Популяризатор Не Моя Задача Грузить Вас Научными Знаниями Тем Более Я Не Обладаю Объемом Этих Знаний Мне Нет Нужды В Мне Нужно Понять Главное Как Только В Организм Вводится Что-то Искусственное Косты Так Называем То Лекарства Надо Принимать По Жизненным Показаниям То Есть Как Компенсатор Какая-то Функция Что-то Не Работает Тогда Я Вынужден Принимать Чтобы Эту Функцию Компенсировать Как Только Что-то Борется Другое Уровень Недогенных Опятов Снижается Примитивно Говоря Внутри Сидит Кулачина Зав Хозяйство Который Аморален Ему Наплевать Он За Тело Своё Прибирает Человек Даже Не собирает Сназник Алкоголиком Наркоголом Паси Бог У него Другие Планы На Жизнь Он Просто Ощередно Раз Компании Еще Раз Хочет Испытать Облегчение Почему В первой Стадии Развития Зависимости Облегчение Как Симптом Тот Кого Кто Испытывает Очень Такое Облегчение И радость Это Симптом Того Что Человек Может Стать Алкоголиком Или Зависим От Психоактивных Вече Потому Что Все Другие Люди Они Не нуждаются В алкоголе Наркотиках Для того Чтобы Расслабиться Релаксироваться Они Просто Даже Не Помнят Когда Они Выпивали И Это Не Единственный Метод Для Того Чтобы Оспытать Облегчение И Снять Напряжение Если Это Есть То Это Очень Опасно Ну И Далее Пошло Как Полагается Человек Не Подозревает И Даже Говорит Да Вы Что Я Дурак Что Становиться Там Каким Наркоманом Алкоголем Я Что Идиот Что Но Процесс Идет Эндогенных Опятых Все Меньше Доза Требуется Для Для Того Чтобы Это Состояние Вернуть Все Больше Только К сожалению Это Состояние Очень Короткое Оно Называется Розовый Торч Очень Короткое Расстояние Которое Будет Потом Тоска Всю Жизнь Желание Вернуть Его Но Необратимо Потому Когда Дозы Надо Будет Не Для Того Чтобы Встать С Постели И Поправить Своё Здоровье И Начать Передвигаться Арганин Переходит Как Гром Говорят Другое Топливо И Вот Представьте Себе Эндорфин И Уровень Где-то Не Везет Где И Тут Учерка Отнимают Наркотики И Алкоголь Мало Того Что Мрак Страшный Не Знаешь Как Без Них Жить Тоже Привык Есть Методы Как Справляться С тем С другим Совсем Жизненно Алкоголь И Наркотики Да Вот И Я Этот вопрос Задавала Американцам Неоднократно В разных Местах И На Это Что Они Не Ответили Потому Что Проверено И Мы И Учим Методом Как Поднять Уровень Эндогенных Опиатов Самый Примитивный 35% Эндогенных Опиатов Брасывает В Кровь Спорт И Есть Виды Спорта Которые Очень Большой Процент Бегуны Они Бывают Просто Эйфорим В кайф Благодаря Находят Повторяю Я Все Это Очень Примитивно Изнесня 45% Методогенных Обиадов Брасывает Кровь Секс Поэтому Люди Которые Не И Не И Нормальной Сексуальной Жизни Особенно На Переломе И В таком Критическом Возрасте У них Начинают Проблемы Со Здоровьем Многие Женщины И Мужчины Которые Как бы Считают Что Это Игры Молодых Очень Проигрывают Потому Что Методогенные Обиаты Они Омолаживают Никаких Болезней Или Состояний Но Вот И Если Он Будет Нормальный Секс И Представьте Себе 120 180 Тоже Проверялись Прибольные Эндогенных Обиадов Брасывает Кровь Посещение 12 Шагов Группы Проверялись Приборами Поэтому Наркоманы Алкоголики Говорят Куплю Гантели Женюсь И Буду Жить На Группе Даешь 200 Процентов Чтобы Кай Был Пол Ну Вот Такая Ситуация Поэтому Вы Должны Понимать А Сто Процентов Отчего Беремся Вы знаете Я сама Не знаю Они Когда Сказали 120 Я Уже Расстроена Как бы Затерлась И Мне Не Смогли Ответить Потому Что Я Через Переводчика Разговаривала Там Шел Дальше Блог И Я Так До сих Пор Не Прояснила До сих Пор Для Мне Тоже Непонятно Как Но И Менять Не Могу Поскольку Я Передаю То Знание Которое Десятилетиями Накоплено Там Где Работают Уж Извините В этом Смысле Даже Я О Тяжелом Роке Трофе Под 200 Да 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 И Это Такое Средство Манипуляции Массами Это Известно До 200 Процентов Эндорфинов Когда Громкая Музыка На Больших Децибелах И Толпой Можно Можно Завести Толпом На Все Что Угодно Вбрасываем Прямо В подсознание Прямиком Лозунги За Гитлера За Ленина За Сталина Бей Крупши Ну И Разные Такие Да На Больших Децибелах Спасибо Большому Вот Поэтому Когда Мы С вами Понимаем Что Вдруг Химически Зависимый Человек Остался Безыскомого Лекарства Которое Лечило От Всего Как С Низким Уровнем Индоненных Обиатов Страшно Без Наркотиков Вообще Не знаешь Как Жить Ничего Не умеешь Только Как Начинаешь Понимать Что Ты Ничего Не умеешь Кроме Как Врать Вымогать Манипулировать И Прятаться От Жизни Это Достаточно Печальная Такая Картинка Возникает Поэтому Благаю Весь В том Что Нечто Потом Восстановится Но Не Все Группа И Новые Способы Как Поднимать Себе Настроение Духовные Способы Как Правило Вот Помогут Этому Человеку И Я Говорила Вам Сегодня Что Будут Даже На первом Году Кризис Три Месяца Некоторые Этот Барьер Перепрыгнуть Никак Не Могут Два Стоимы Три Срыв Два Стоимы Три Или Три С половиной Лет Около Этого Это Тяжелый Момент Такой Потому Там Меняются Некие Выбросы Это Все Еще Связано С Девять Месяцев Как Роды В Новую Жизнь И Будет Непросто Просто По Тому Что Будет Происходить С Биохимией И Мы Говорили Что Это Меняет Настроение Да Вот Шесть Месяцев Некоторые Как Стены Упираются Луком Шестимесячный Барьер Для Многих Тоже Самый Тяжелый Кризис Девять Месяцев Это Тяжелый Кто Родится Кто Оборвется Вот Кто Есть Люди Которые Срываются Систематически Мы Настоятельно Рекомендую Тогда Это Время Хотя бы На Две Три Недели В Лечебный Центр Помоги Себе Не Будь Самонадеян Ты Уже Сколько Раз В Этот Момент Падал Вот Кто Приходит Кто Нет Вот Поэтому Мы С вами Должны Понимать Что Перед Человеком Который Открывает Жизнь Заново Стоит Очень Много Задач Мало Того Что На уровне Тела Эмоций Социальных Духовных Проблем Очень Много Надо Очень Много Учиться И Все Очень Вызывает Большое Напряжение Раньше Копя Все Было Просто Легко Или Или Не Было Ничего Была Одна Знаете Как О алкоголиков Говорят Одна Проблема Была С Проблем Столько Проблем И Это Вызывает Напряжение Уровень Стресса Повышается Еще Эндорфинов Немало Поэтому Он Может Приходить И Мрачный И Такой И Сякой Это Не повод К тому Чтобы Бить Финвал Устраивать Шоу Веселить Нет Еще Один Момент Человек Не Умение Кремически Зависимые Люди Размущились Если Даже Умели Воспримовать Жизнь Так Такой Как Четкая Стойкая Иллюзия Что Жизнь Это Санта Барбара Вечный Праздник Понимаете От Карнавала К карнавал Любую Какую-то Неприятность Прямо Облог Какой-то Понимаете Это Откуда Это Я Не знаю И Приходится Объяснять Что Жизнь Полосатая Соленая Кислая Колькая Сладкая И Это Все Наша Жизнь И Это Не повод Нажираться Колодца В петлях Надо Просто Научиться Держать Удар Не все Мы Справедили В этой Жизни И не все Мы можем Понять С вами В мозг Просто Научиться Это Пережить Вот Когда Он Переживает И Страдает И Ему Больно Вот В эти Моменты Растет Он Внутренний В эти Моменты Идет Уменьшение Этого Конфликта О котором Я вам Говорила Только Через Боль Человек Внутри Себя Созревает Поэтому Не надо Быть Таблеткой Собственному Ребенку Не надо Анестезировать Пусть он Научится Способом И методом Как себе Помочь Он знает Дороги И Ее уже Показали На группу Туда Всегда Помогать Другим И прочее Разное Вот Способов Много Но вы Не будьте Анестезиаторами Хорошо Следующий Пункт Не Провоцируйте Зависимого Бесконтрольным Хранением В вашем Доме Денег Не Провоцируйте Зависимого Бесконтрольным Хранением В вашем Доме Денег А то Иногда Считаю Что раз Вышел С лечения Значит Уже Переродился Ничего Подобного Не надо Разбрасывать Кошельки Не надо Давать Никаких Сум В руки Самые Лучные Родители Они На На Один Он Не Взрослый Парень Если Взрослый Парень Мы С вами Здесь Не Сидели Он Только Внешний Взрослый Человек Вы Должны Это Понять Взрослый 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 Наркоман И алкоголик У него Подсознание Посидит Купить Пока Есть Деньги Хороших Вещей Цепочек Браслетов Часов Того Сего Чтобы Быстро Можно было Спустить Когда Сорвется Потому Что За Хорошие Вещи Торговаться Не Будет Это Сто Процентно Гарантированно Если Подхожу Снимаю Всю Шапку Уж Точно За Полтинник Возьм Какую Такую Не Возьмут А это Сто Процентов Я знаю Что Полтинник Мне Обеспечен Поэтому Не надо Готовить Ребенка К следующему Срыву Пожалуйста Красотки Да Нормальные Не китайские Хеты Желательно Конечно Но Без Этих Наворотов Джинсики Все Это Все Постепенно Нормальная Конструкция Мира Которая Мы должны Помогать Формировать Саму Ребенку Доверие Легко Потерять Восстановить Трудно Даже Русские Сказки Говорят Извините Что я напоминаю Как мужик Там Развлекался Пожар Пожар Деревня Все Носилось С ведрами Там К нему А потом Он загорелся И никто Не прибежал Об этом Даже Мудрость Народная Говорит Поэтому Не надо Говорить Многие Родители Говорят Саму Ребенку Извини Сынок Вот Обрати Внимание Голый Степ Где Такие Ситуации Бывают Я не могу Тебе Часто Верять Я разрешаюсь Безлиться Беситься И обижаться На меня Но утром Я ухожу На работу И ты идешь Вместе Со мной Вот там Винович Судно Восельством Есть группа Там Займись Погуляй По городу Ну Найди себе Я прихожу И ты со мной И И некоторое Время Он трезв Но он Уходит Вместе С родителями Из дома И такое Было И ключи Не доверяют Потому что Много Было Вариантов Экспериментов И нормальная Конструкция Показать ему Что Мне трудно Ты извини Я не могу Так сразу Пойду Кошелечек И я Приберу И не надо Бояться Обидеть Надо говорить Об этом Нормальным языком Может быть Там царапнет Но тогда Если будете Честно говорить Вас поймут Значит уважаются Даже если Сначала Обидеться Но потом Будут уважать Вот Хорошо Поэтому Никаких Больших Денег На руки Упасить Бог Только Малые По Необходимости Следующий Пункт Как правильно Сказали Не провоцируйте Зависимого Хранения Вашим Думе Алкоголя И других Веществ Изменяющих Сознание Сколько Человек Вы не представляете Восемь лет Я читаю Систематические Лекции Систематические Это сейчас Вас сидит Так мало Раньше По 200 Человек Сидело Поскольку Как бы Мы первые Начинали В этом городе Когда-то Приезжали Из других Городов Только на лекцию Послушать Что я говорила Потому что Знаний не было Ни у кого И что же Интересно В этом Какая Закономерность Иногда Потрясающе Не проходит И месяца Там Несколько Недель Прибегает Парень Я говорю Что с тобой Водки Нанавис Ой Не знаю Кто Нанавис Наверное Сам С себя Убегал Это что С тобой Ой Пятьки Вехали На дачу Натриня Первый раз Открываю За кефирчиком Холодильник А там Бутылка Водки Открытые Что еще больше Выводит Из себя Понимаете Вариант В башке Это что Открытые Уговорить Тебе проще Ну Лизну Потом Наним Наним Санат Это И тут Помимо Ну Я говорю Ну Сел И медитировал Я говорю Ну куда На бутылку У меня там Щелкало 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 Я говорю Ты дурак Ну ты дурак Ну и долго Ты ну Минут 20 Два ряда Все пробежали Потом Раздался страшный голос Просмотри Это кино До конца Я говорю Господи Аллилуйя Слава Богу Этот голос Раздался Я говорю Скочил И понесся От кого я убегала Я не знаю Сам от себя Наверное Но я естественно Порадовалась Что он прибежал В туки Но естественно Есть патологам Другие чувства Потому что родители Внимание записывали Все на лекции То можно Или я говорю Каким-то непонятным Я уж стараюсь Так говорить Примитивнейшим образом Но я понимаю Что это Вы можете сказать Что это твои проблемы Твоё употребление И знаешь Дружок Я сейчас еще буду Халаться в глину Из-за того Что ты Вы можете Так Но Никто не может Никому запретить Но если есть Такая возможность Ну по крайней мере Не расставлять Бутылки везде Поверьте мне У меня Достаточно Срока ремиссии Я химически Зависимый человек Не скрываю этого Но бывали За эти годы Состояния Все-таки 20 лет Употребляла Пильную группу Понимаете Такие тяжелейшие Состояния Женщинам вообще Тяжелее приходится Их Небеса Сильно Бьют За это Что мужику Нормально Для женщин Смерть Когда я точно знала Что у меня в аптечке Нет ничего Но я вставала Как со мной Была Ночью И рылась Там по привычке Благо Что там нет ничего Но я была В таких состояниях Недельных Бессонниц Когда я работала На терапию У меня От перевозбуждения Ссор уходила И если Потому что Нашла Я не гарантирую Что я бы не приложилась Я не могу Это гарантировать Поэтому Как бы Это происходит Помимо Потому что Будут тяжелые состояния И это нормально Желательно Чтобы в аптечках Не было никаких Снотворных Транкбилизаторов Спиртосодержащих Никаких Волокардинов Кровололов Спасибо Бог Никаких Настойк пиона И прочего По крайней мере Первое время Если это возможно Не надо Это как бомбы Они могут взорваться Бессознательно Поскольку Старая Очень сильная А способность Справляться С нежелательными Состояниями Еще очень маленькая Поэтому Не резко Там стыкаться Чтобы просто заснуть Потому что Завтра мы работаем Встал Ну ничего День не поспит Два не поспит Три На четвертой заснет И это будет Нормальный Естественный Правда От этого еще Никто не умеет От употребления Не рад Хорошо Ну и собственно говоря Я так думаю Что Все остальное Уже Обсуждается индивидуально Здесь пунктов Гораздо больше Вот Мы не будем Здесь с вами записывать Я думаю Самое важное Мы с вами записали И у вас Достаточно жизненного Опыта Понимания И любви Для того Чтобы все остальное Домыслить Самое главное Чтобы не быть Ригидно Скульпулезным Мы говорим с вами Будьте Гибче Мягче Показывать своим детям Пример Как надо Как надо Говорить Прости Я была неправа Извини пожалуйста За форму выражения Я прошу прощения По содержанию За форму Хамскую Когда я работаю Это все Примеры Которые Мы будем Давать своим детям Им сейчас Нужны Полезные И интересные Люди Не которые Говорят как надо Они сами Могут говорить Как надо Часами А те люди Которые Будут вести себя С уважением Отпуская Давая право На ошибку На набор Собственного Опыта Ибо ошибки Это и есть Набор Собственного Опыта Уважают его Выбор Но помня Каждый человек И каждый человек И каждый человек Имеет право Платить За последствия Выбора Когда мы Отнимаем Право Платить Мы Насилием Занимаемся Мы нарушаем Права Этого человека Он не Разливается Он не делает Выводы Он не растет Давайте не будем Воровать У наших детей Эти Способности Развитие Эти способности И набор Опыта Пока мы Стоим На ногах Мы можем Быть умными И рядом Если уж Сильно Качнет Поддержим Но пусть Он сам Развивается Набирает свой Опыт И входит В корень И в силу Сейчас прозвучало Такое выражение Отпустить Я бы хотела Прежде чем Мы с вами Расстанемся Прочесть этот текст И тем из вас У кого его нет Выдать С радостью Это Вы будете Слушать Ходя на группы Отпустить Отпустить Разрешить Ему быть собой Разрешить Ему Набирать Собственный опыт Отпустить Это Слово Которое Не несет К себе Ни наказания Ни мщения Ни агрессии Ни отгородиться Стеной Ни выгоняния Это совсем Другое Это понятие Негеографическое Это понятие Дистанцирования С уважением К пути Человеку Который Рядом Только так Строится Здоровое Отношение Между партнерами Между родителями И детьми И так далее Вот Что же это значит Отпустить Не значит Перестать Заботиться Но не делать Чего-либо Вместо Кого-либо Отпустить Не значит Отделиться От близкого Стеной Но значит Признать Право Другого Человека На самостоятельное Решение Пусть Ошибочное Отпустить Значит Не участвовать По такими Плохим Привычкам Значит Позволить Другому Увидеть И почувствовать Результаты Своих Неверных Решений Признать Я не всесилен Зачастую Результат Зависит Не от меня Отпустить Значит Прекратить Попытки Изменить Другого Перестать Порицать Его Всю энергию Направить На усовершенствование Своих Привычек Отпустить Значит Заботиться О ком-то Не для того Чтобы А просто Заботиться Отпустить Значит Прекратить Формировать Учить Вынуждать Но начать Поддерживать Отпустить Значит Не быть Судьей А позволить Другому Быть Таким Какой Он Есть Отпустить Значит Не стремиться Быть В центре Событий Близкого Человека Оставляя Ему Место Для работы Над Собственной Жизнью Отпустить Значит Не защищать Близкого От реальной Жизни Чтобы он Не разучился Смотреть В глаза Трудностям Отпустить Не значит Отвергать Но быть Открытым Отпустить Значит Прекратить Спорить Придираться Доминировать Отпустить Значит Меньше Бояться Но больше Доверять И любить Вот на этом Я бы хотела Закончить Нашу сегодняшнюю Встречу Пожалуйста Поднимите Руки У кого Нет Этого Замечательного Тела